Всем привет! Деревья на участке это каркас сада. Именно они придают саду определенную изящность, озеленение. Но далеко не все виды деревьев можно высаживать у себя в садах. Многие из них принесут больше вреда, чем пользы. И сегодня я расскажу, какие деревья нежелательно высаживать у себя в саду. Первое дерево, которое не всегда подходит для вашего сада, это береза. Хотя березы очень часто высаживают у себя на участках, но эти деревья вырастают очень габаритными. И их система работает как насос, вытягивает всю влагу из почвы. И конечно же под пологом берез плохо растут другие растения. Будь то смородина, различные плодовые деревья и конечно же овощные культуры, потому что им не достает как влаги, так и питания. Но все же березы можно высаживать на участке, если у вас участок позволяет это сделать. Он большой, просторный и всем растениям хватает места. А если же участок маленький, то обычные березы, видовые, которые растут у нас в лесах, высаживать нежелательно. Но конечно же при желании, если вы очень хотите березу, можете посадить различные сортовые и видовые формы. Есть плакучие березы на штамбе, есть другие виды берез, которые не такие большие. Они не занимают много места в саду. Вот такие деревья вполне можно себе посадить. Второе дерево, которое на участке также нежелательно высаживать, это ель. Обычные елки в лесу, которые растут у нас, в природе встречаются, а также различные сортовые виды, ели габаритные на участках высаживать нежелательно. И все дело прежде всего в мощной корневой системе. У елки поверхностная корневая система и корни распространяются практически на весь участок, если он у вас маленький. Особенно в садовых товариществах, где маленькие дачные участки по 3,6 соток, такое дерево будет отнимать практически всю влагу и питание со всего участка, а также будет затенять весь ваш участок. Но проблема, конечно же, есть еще и другая. В том, что из-за поверхностной корневой системы габаритные ели крайне неустойчивы к ветрам. И как только на улице есть сильные ветра, какие-то ураганы, ели обычно выворачивает с корнем. И на дачных участках, где очень густо стоят постройки, и хозяйственные постройки, и дома, такие деревья представляют очень большую угрозу. Поэтому, если вы хотите высаживать ель, то выбирайте какие-то малогабаритные формы, сорта, виды. Если же хотите обычную, классическую ель, видовую, которая у нас растет в лесу, то ее можно сдерживать, регулярно проводя стрижку, либо высаживая ели в качестве живой изгороди и подстригая их, срезая верхушку и подстригая хвою. В этом случае рост не будет такой стремительный. Еще, кстати, есть проблема от ели в том, что она закисляет почву. Потому что постоянно опадают иголочки, хвоя, и происходит подкисление почвы. Ну и далеко не всем растениям нравится кислая почва. Основные огородные культуры, овощные культуры предпочитают все-таки слабокислые, либо нейтральные почвы. Поэтому подумайте, прежде всего, хотите ли вы какие-то проблемы у себя на участке. Садить елку, либо не садить. Лучше посадить какую-то небольшую елочку. Например, есть ель коника. Она негабаритная, маленькая, аккуратненькая и не занимает много места на участке. Еще одно дерево, которое нежелательно и даже, я скажу, что нельзя высаживать у себя на участке, это клен ясени-лисны. Это инвазивное растение, которое когда-то в советские времена очень широко использовалось для городского озеленения. Да, в городах это растение неплохое, оно очень хорошо очищает воздух. Но на участках у себя высаживать его нельзя. И не только с той причиной, что это дерево габаритное, отнимает много влаги, питание в почве. Но проблема в том, что это дерево дает колоссальный самосев. Семена попадают в местную экосистему, прорастают и заполоняют все вокруг. Ясени-лисный клен, как сорняк, заполоняет леса, луга и вытесняет апоригенные местные виды растений. Поэтому его крайне нежелательно высаживать где-то у себя на участках. Потому что попадают в природу и многие растения, редкие растения, наши местные, локальные растения вытесняются вот этим опасным видом. Поэтому не высаживайте все на участках ясени-лисный клен. Следующее дерево, которое не всегда можно высаживать на участках, это грецкий орех. Например, на моем участке грецкие орехи растут. Но участок у меня большой, практически гектар. И любым видом растений тут хватает места. Но если же у вас дачный участок маленький, а если помните, раньше в советские времена вообще давали участки по три сотки, на таких дачных участках грецкие орехи высаживать, конечно же, нежелательно. Потому что грецкий орех может расти и 200, и 300, или это может и больше. Вырастает огромное дерево, которое создает густую тень, вытягивает много питания, влаги, а также опавшие листья и корни. Все это выделяют такое вещество, как юглон. И очень часто под взрослыми грецкими орехами, большими, даже не растет трава. Не то, что другие виды растений. Поэтому прежде чем посадите себе на участке грецкий орех, учитывайте габариты участка. И подумайте, нужен он вам или нет. Следующее дерево, это тис ягодный. Это дерево очень часто продают в питомниках, как декоративное. Хотя на самом деле, да, тис очень декоративен. Хорошо поддается стрижке, довольно неприхотлив в уходе, редко поражается какими-то болезнями. Но есть очень большая опасность. Тис ягодный имеет ядовитые ягоды. И там есть вещество, которое приводит к остановке сердца. Даже небольшое употребление ягодок может привести к летальному исходу. Поэтому, если у вас есть дети, внуки приезжают на дачу, есть домашние животные, то, конечно же, тис ягодный лучше у себя в саду не высаживать. Если вы так хотите озеленить участок, можно использовать, например, ту же тую посадить. Она безопасна, в отличие от тиса. Еще одно дерево, которое нежелательно высаживать у себя на участке, это уксусное дерево или сумах. Хотя очень часто это дерево продают как декоративное. И многие огородники, дачники у себя на участках высаживают его для озеленения. На самом деле дерево достаточно красивое, экзотическое. Оно дает очень сильную корневую поросель. И вот эта поросель заполоняет весь сад. Приходится постоянно вырубать, подкапывать. В итоге портятся газоны. Куда-то в грядке эта поросель идет. И постоянно идет борьба с пороселью. Конечно же, если вы хотите, есть у вас желание бороться постоянно с этими отростками, с пороселью, то высаживайте. Но я все-таки не рекомендовал бы. Все-таки уксусное дерево довольно агрессивный вид. И его лучше использовать для укрепления склонов, откосов, где есть угроза сползания грунта. Вот там этому дереву самое место. Своими корнями он будет укреплять склоны от ополозней. Поэтому при желании высаживайте. Но опять же, учитывайте, что проблем будет много. Ну и напоследок. Дерево, которое занимает лидирующее место в антирейтинге. Это тополь. Тополь когда-то в послевоенные годы очень широко использовался для озеленения городов. Его высаживали вдоль дорог, высаживали в парках. Но теперь есть очень большая проблема. Дело в том, что тополь сильнейший аллерген. После цветения выделяется пух тополины. Вот эти тополя заполоняют пухом города, дороги, газоны. Везде пух. И на людей он действует очень отрицательно. У многих аллергия проявляется как насморк. Значит, идут слезы. Может возникать какой-то кашель. Проблемы с дыханием. И особенно у детей остро возникают вот эти аллергические реакции. Поэтому тополь все же на участке высаживать нежелательно. Ну и еще, конечно, тополь очень габаритное дерево. Огромное. Огромные корни имеет. И все же будет на участке выпитывать, высасывать все соки и забирать питание из почвы. Ну, конечно же, не стоит забывать о том, что тополин и пух это пожароопасно. А когда сухая погода стоит, и тополин и пух разлетается, покрывает траву постройки вот таким плотным слоем пуха, то неосторожно брошенный бычок от сигареты, либо какая-то искра, и все может воспламениться. Поэтому я бы крайне не рекомендовал высаживать это дерево у себя на участках. В завершение хочу сказать, что любые габаритные деревья, будь то дуб, клён, осина и так далее, нежелательно на участках, если они у вас маленькие и не позволяют на габариты участка их высаживать. Потому что такие деревья будут это все затенять, отнимать влагу, отнимать питание. И когда вы выбираете ассортимент растений для своего участка, обращайте внимание, каких габаритов достигают деревья во взрослом возрасте. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч!